Здравствуйте! В эфире программа «Другой формат» и я, депутат областного собрания Александр Дятлов. Неделю назад я поинтересовался у вас, как вы считаете, должно ли правительство области забрать под свою опеку Архангельский дворец спорта профсоюзов и сделать занятия там доступными для жителей города и области. Всю неделю на сайте информационного агентства «Двинаинформ» шло голосование, и вот его результаты. С моим предложением согласилось 80% опрошенных. Эти люди считают, что да, северяне должны иметь возможность заниматься спортом в нормальных условиях и за приемлемые деньги. 17% жителей Архангельской области против того, что дворец спорта профсоюза стал собственностью Архангельской области, так как это повлечет дополнительные расходы бюджета. И 2% проголосовавших не определились о своем мнении. Таким образом, большинство северян высказались за то, чтобы дворец спорта профсоюзов стал государством и превратился в доступную недорогую площадку для занятия спортом. Надеюсь, к мнению жителей региона прислушиваются, когда придет время решать этот вопрос. Однако спорт не единственный инструмент влияния на социальное самочувствие общества. Без сомнения, таковым является и медицина. Что же у нас происходит в этой сфере? Однозначно ответить на этот вопрос трудно. С одной стороны, постепенная модернизация, закупки нового оборудования и акцент на высокотехнологичную помощь сделали свое дело. Архангельская область стала одним из лидеров по оснащению больниц современным оборудованием. Однако, что касается первичного медицинского звена, то здесь проблемы остались прежними. Нехватка кадров, особенно узких специалистов, неприглядность поликлиник, очереди. К сожалению, не повлияло на ситуацию передачи медицины от муниципалитетов в ведении областной власти. Скорее наоборот. Распыление средств между многочисленными городскими и районными больницами, клиниками, поликлиниками и фоками привело к тому, что каких-то прорывных решений в этой сфере не наблюдается. Винить в этом правительство области трудно. Региональный Минфин действительно каждую очередь в период формирования бюджета встает перед непростым выбором. Ведь полномочий, сфер деятельности и ответственности у областной власти немало. Гораздо больше, чем средств на то, чтобы профинансировать существенные позитивные изменения в каждой из них. А потому и приходится год от года распределять бюджетные средства между ними тоненьким слоем, как масло на бутерброде в голодный год. Более того, даже для экстренного ремонта томографа в Северодвинской больнице потребовалось задействовать общественное мнение усилия депутатов, в том числе и МАИ, и резервный фонд правительства. Тогда нам удалось помочь северодвинским медикам, но это лишь частный случай. А что, если он повторится? Тем не менее, позитивные сдвиги в сфере первичного медицинского звена все же есть. Областной Минздрав сейчас реализует проект обновления первой городской поликлиники Архангельска. Вскоре там будет отремонтирован холл, появятся современные стойки регистратуры, а стиль оформления помещений позже перекочует и на другие медицинские учреждения региона. Но это будет позже. Для того, чтобы обновление коснулось сразу всех больниц, как мы уже отметили, в области не хватает денег. Каким же может быть выход из ситуации? По моему мнению, в условиях недостатка средств провести с областью следует четко определить приоритеты их расходования, в первую очередь для того, чтобы северяне могли видеть конкретные результаты работы власти. Такими направлениями как раз и может стать самая наглядная и чувствительная сфера здравоохранения. Определив приоритетные проекты в этой области, поставив конкретные задачи и сроки их выполнения, подкрепив все это достаточным финансированием, область может сделать значительный шаг вперед. На мой взгляд, это даст конкретный результат. Не только улучшение качества работы первичного звена и условий труда медработников, но и повлияет на социальный климат в регионе. Поэтому давайте решим вместе, стоит ли бюджет региона на следующий год объявить бюджетом развития сферы здравоохранения, предусмотрев в нем средства на развитие и модернизацию системы здравоохранения. И варианты ответов. Да, изменения в области здравоохранения назрели, и на них необходимо направить средства областного бюджета. Нет, меня все устраивает. К тому же в Архангельске немало частных медицинских клиник не определился со цветом. Голосуйте на сайте Двинаинформ, в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева, и на экранах телевизора вы видите наш электронный адрес. До свидания, не болейте и всего вам доброго.